Со мной что-то происходит, я не могу понять, что происходит, и у меня стало всё болеть. Болели зубы, болели волосы, даже болела кровь, болели кости, болели мышцы, всё болело. Я не могла дождаться утра. Я поняла, что со мной что-то происходит, и на утро, когда у меня все прекратились боли, я поняла, так ощутила, что произошло то, что я стала чувствовать каждое заболевание человека. Я стала ощущать, я стала просто чувствовать человека больного и человека здорового. То есть вы когда видите человека, вы можете сказать, да, чем он болеет? Вот, и ровно третий день после этого случая произошёл пожар. Во время пожара мне ничего не удалось спасти, кроме этих денег, потому что я вспомнила сразу эту папку, я вспомнила, где они лежат, под иконами стояли, у меня в молельной комнате много было икон, а под икону большую я положила на публичку эти деньги, я выплатила, выбежала, и мне удалось их спасти. А дальше был пожар, дальше всё горело. Вот чудесным образом не сгорела ни одна Библия. Все Библии, которые стояли у меня на полках, они внутри комнаты этой были, комната была под деревом. Разве это не было чудом? Когда на второй день мы пошли на пожарище, я смотрю, думала, камень, это было зимой, это было как раз 6 февраля, в день поминовения Ксении Петербургской. Я смотрю кусочек красного, я подковырнула, а это икона, она здесь где-то со мной в сумке, икона Ксении Петербургской. Я читаю, 6 февраля, день поминовения Ксении Петербургской. В этот день именно и случился пожар. Я поняла, что именно Ксении Петербургской, Петербургская была покровительница, что мы не сгорели, ведь мы могли сгореть, это произошло ночью, в частности, вот совсем ночью. И не сгорела ни одна Библия, все Библии оказались как будто переброшенными через пожар. И ещё одно чудо произошло. Мой сын разбил окно, которое было тёмное, везде бушевал огонь, а одно окно оказывалось тёмным. Он разбил, и фонариком, когда посветили, там оказалась икона. Вот эта икона, на ней рамка сгорела, тумбочка, на которой она стояла, она сгорела, она висела в воздухе, икона Тихонской Божьей Матери. Мой сын успел её выхватить и перебросить через подоконник. И когда его ещё нога была на подоконнике, дом уже весь свалился, уже всё, вся крыша упала. Одна секунда отделяла от пожара моего сына. Вот такие чудеса произошли, поэтому на второй день после пожара мой муж сказал, все деньги, я говорю, Андрей, у нас деньги остались, мы же голые бассейны выбежали, не продухали, ничего не успели взять. Я говорю, Андрей, у нас остались деньги, какие деньги? Я говорю, да вот деньги у меня остались, все в храм. И мой муж сказал, все деньги до единой копейки, даже ни хлеба не взять, ничего, отнести в храм. И я все эти деньги до копеечки отнесла в Стародубскую церковь, также и в Николае Чудотворце, потому что перед пожаром у нас обновилась икона Николая Чудотворца. Надежда Николаевна, и всё-таки вот сейчас мы покажем кадры, как вы восстанавливаете строить церковь на том месте, где сгорело и был пожар. Вот после этого случая, мне интересно, вы как человек верующий, вы в чём видите свою миссию в этой жизни? Услышав то, что вы будете лечить, помогать онкобольным, вот увидев это чудо, когда иконы не сгорели и Библии остались, в чём для себя вы видите на сегодняшний день вашу миссию? Моя миссия прежде всего служить Богу, и потом людям, только в этом. А у меня вопрос, можно прям коротенький, скажите, вот как пришло в голову, что именно вот таким способом, именно водой из-под грана нужно лечить людей? Потому что, насколько я знаю, эту воду-то и пить нельзя, а вы предлагаете, даже не предлагаете, а вы вкалываете её в вену. Вот откуда пришла такая идея, мне просто непонятно. Вы услышали, вам голос как-то нашептал это или откуда? Мне непонятен ваш вопрос совершенно, потому что, молодой человек, я здравомыслящий человек, и вот сижу перед аудиторией, перед Богом прежде, никогда, никому, никакой воды из-под крана я не получила. Нет, ну вот сейчас мы видели сюжет, там было сказано, что вы лечите именно водой из-под крана. Это сюжет, это про неё. Одну секунду, давайте послушаем, что говорит специалист, физик, который изучал воду надежды. Внимание. Вот посмотрите, на этой картинке, вот это пятнышка, вот свечения у вас живителя. Это пилиссированная вода. Вот это свечения, это проводной воды. А вот это свечения, препарата антоника. Этот препарат обладает необычным свойствам. Посмотрите, вот это препарат антоника. Самая большая помощь из-за чего, живется под браком. У него начинается распространение атостаза. Это говорит о том, что мира хаоса увеличивается. И в конечном счете это приводит гибель. Это физические показательства того, что этот препарат обладает свойствами живого. Создать такой препарат невозможно. Это да, больше. И, конечно, мы не сомневаемся. Надежда Николаевна умеет проводить так в лучшем университете. Итак, Надежда, но во время задержания на видео вы говорите, что меня обследовали, но не все институты обследовали. То есть вы обращались к... Не все сказали правду. А? Не все институты сказали правду. А этому институту вы заплатили денег, да, чтобы они сказали правду, которая нужна вам. Вообще, вот у меня вопрос. Вас наградили там премии. Вы медик по образованию? Знаете, для того, чтобы платить деньги за исследование, надо провести исследование. Вы по образованию медик? Олег... Профессор академии. Кто вам это давал? Вы скажите, вы профессор академии? Кто вам дает право так со мной разговаривать? Да, я просто слышал, я вас спрашиваю. Нормальный вопрос. Олег, давайте сначала посмотрим, как Надежда... Вам показали, вот все, что показали, правда. Что ей по силам излечить? Давайте посмотрим, да, больных, которые выглядели до и после. Это преподаватели иностранных языков, саркома головного мозга. Все это прошло через глаз. Вот она. Это неоперабельная опухоль, потому что она приросшая костям. После наших процедур вот эта опухоль задвигалась, оторвалась, отстала от костей. Вот результат. Рак молочной железы четвертой стадии, рак прямой кишки четвертой стадии, это вот анус. Вот рак головного мозга. Вот эти опухоли дурно пахнут. Не каждый согласится врач их обслуживать. Ну и потом это безнадежно больные. А здесь с помощью молитвы, вот этой воды, которую дал Господь, все поправимо. Все фотографии, где хоть один человек, который... Сейчас вы увидите человека, который рассказывает, что после лечения из нее вышла черепашка. Внимание. Мне кажется, это... Кто вышел? Черепашка. Я утром встаю в пансионате, делаю клизму. И из меня выходит черепаха. Понимаете, я в ужасе. Просто вот волосы дыбом. Я ее начинаю рассматривать. И думаю, боже мой. Вы понимаете, каждая из лиленка... Ну, кто видел черепах? Домик. Глазки. Ну вот, руку взяла и рассматриваю. Начинаю мягать. Это... Будьте здоровы. Это... Знаете, прям вот... Ну, шарик надувный какой-то. Я ее умну, она вроде так... Воздух вышел. Потом, значит, я ее опять на руку держу. Она опять вроде раздувается и принимает опять свою... Ну, вот... Ну, все вот формы, да, какие есть. Надежда Николаевна... Я не знаю, что вы там уколете, но это явно не вода, друзья. Скажите, пожалуйста, вот эта черепаха, которая из нее вышла, она где сейчас? На нее смотрят люди, на эту черепашку, да? И вот эта пациентка психиатрической больницы... Одну секунду. Я могу пояснить? Да, пожалуйста. Вот здесь я приехала сюда не одна. Со мной приехало очень много людей, которые полностью вылечились. Я прошу, встаньте, пожалуйста. Кто считает, что вылечился методом Антоненко? В частности, наши свидетели защиты от обошенных судей. Скажите, а вы все раком болели, да? У вас у всех онкология? Смотрите, здравомыслящие... И вам всем водили вену в воду, которые дали подробные показания в суде. У меня чудо произошло, потому что капсулировался брат и вышел наружу. У меня была киста яичника, опухоль яичника, миома матки со множественными узлами. По поводу черепахи, если можно. Да, пожалуйста. Что такое черепаха? Значит, во все времена были святые, и мы с вами, верующие люди, здесь вот священнослужитель сидит, не даст собрать. Во все времена читали о том, что есть люди, которые... Продолжение следует... Продолжение следует...